Маршрутки вновь под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД. В регионе проходит операция автобус. За пять дней выявлено 235 нарушений, треть из которых в областном центре. Сегодня утром вместе со стражами порядка в рейд вышла наша съемочная группа. Диана Калединова подведет итог. Мы не ждем, мы быстро. Я прихожу, я через 10 минут на работе. Я не встаю по 40 минут, как раньше. Зачастую у пассажиров приоритет и скорость передвижения. О безопасности они задумываются в последнюю очередь. Между тем, только за первый месяц этого года с участием маршрутных автобусов произошло две аварии, в которых пострадали два человека. Статистика за 2016 год еще более тревожная. 12 ДТП. Как итог, 16 человек травмированы, один погиб. Самым распространенным нарушением является управление транспортным средством при наличии технических неисправностей, нарушение правил проезда, пешеходных переходов, маневрирование на проезжей части, а также нарушение правил дорожного движения в районе остановок общественного транспорта. Операция «Автобус» стартовала в регионе 17 февраля. Сегодня участники рейда дежурили на конечных остановках 107 и 33 маршрутов. Всего за полчаса работы выявлено два нарушителя. Сейчас, если, не дай бог, какое-то резкое торможение грудной клеткой, вы бьетесь в эту клетку? Да, вот в эту. Ломаете грудную клетку, она запрещена. Дополнительная деталь на руле – не единственное нарушение, которое замечает инспектор ГИВДД. У водителя маршрутки не в порядке путевой лист. Отсутствует обязательный штамп организации или индивидуального предпринимателя. То есть, в случае аварии предъявить требование о возмещении ущерба будет некому. А это серьезный проступок. На водителя составляют административный протокол. Адрес, кому, телефон – ничего не то. На совместное дежурство с госавтоинспекторами выходят представители автодорожного надзора, налоговой службы, судебные приставы, сотрудники муниципальной стражи. К примеру, приставы выявляют нелегальных перевозчиков. Не выявлено глобальных нарушений, но выявлен один должник, решением суда которому запрещено заниматься перевозками. В отношении него сейчас, в соответствии со статьей 105 Федерального закона об исполнительном производстве, принимаются исполнительные действия. С начала операции «Автобус» составлено 235 административных протоколов. Профилактические рейды проводятся до 24 февраля. Диана Калединова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.